Сегодня 8 июля 2019 года. В России отмечается День Семьи, День Святого Петра и Февронии. Мы находимся в Ярославской области, населенный пункт Красные Ткачи. И вот это великолепное место, это все территория бывшего дома отдыха учителей. В парк-отель Ярославль, где сейчас проходит Всероссийский фестиваль киноискусства. Съехались дети, подростки со всей России. Здесь проходят мастер-классы, семинары. И вот в этой литературной беседке сегодня представители Союза писателей Крыма, Людмила Кулик-Куракова из города Ялта и Татьяна Чебыкина, город Вологда. Она у нас, кстати, уроженка Крыма из-под Феодосии. Здесь много скульптурных композиций в парке. Внизу находится, по ступенечкам спуститься можно к реке Котросль. Там же есть стадион. Сейчас цветет липа, великолепный запах. Орешник уже наливается ядрышками. Бывшие сооружения тут бывшие пионеры лагеря. Сейчас тут много корпусов. И вот после обеда мы пришли в эту беседочку очаровательную. Напротив нас находится здание библиотеки, довольно-таки старое здание. Мы находимся здесь в рамках Всероссийского фестиваля, посвященного дню рождения вообще Некрасову. Мы были в Карабихе. Вчера проходили мероприятия в Ярославле, в Доме культуры, во Дворце культуры имени Добрынина. И вот сегодня члены Союза писателей Крыма прочитают свои стихотворения. Итак, просим вас, Татьяна Чевыкина. Когда поехала сюда, в поезде из Вологды, пришли в голову такие строчки. А куда же я еду? Ну и пришло такое на ум. Куда путь держите, поэты? Так знамо дело в Ярославле, в Карабиху, на фестиваль. Позвал Некрасов нынче, летом. Вообще, попав сюда, в этот уютный уголок, который пишет зеленью, сочной травой, свежестью, запахом трав, запахом цветущей липы, больше даже напоминает мне жаркое, выжженное солнцем крымское лето, конечно же, это Ярославль. Поэтому даже хочется стихи читать не о лете, а больше о весне, которую природа, как уходящаяся на пол, прям как к этому распорога. Это мое стихотворение «Весенний ветер». Ветер стебли косы заплетал, на лугах сушил князин и стёжки, с белокурой странницей летал, ей дарил ольховая серёжка. Облаками небо рисовал, наделённой прелестью фантазии, их рассеивал и прессовал. Вольнодумец ветер, маг-хозяин, причесал траву набегу, завел кудри на листве весенней, на поле полу-пургу, заплужил по обыкновению. На ромашках ветер погадал, проутюжил сарафаны маку, и моё желание гадал на поле светочной. Браво! Людмила, может быть, вы прочитаете стихотворение или расскажете о ваших впечатлениях, об этом празднике, где вы были в эти дни, где мы сейчас находимся в гостях, у кого? Впечатления, конечно, очень-очень сильные, несмотря на то, что в Карабихе шёл дождь. В день фестиваля, но всё равно все площадки работали, все читали стихотворения, песни, открытие было очень хорошее. Турнир поэтов проходил? Турнир поэтов проходил? Турнир, да, поэтов. Люди сидели под зонтиками, всё равно пришли ярославцы побывать на фестивале. Союз писателей Крыма участвовал на всех площадках. Вера Грибникова получила диплом среди участников турнира. Она одна из победителей участников турнира. Потом мы ездили в Вятское, село Вятское. Там тоже был грандиозный праздник с народными гуляниями. Посетили мы музеи. Ездили вечером на кораблике, я бы сказала, такой речной трамвайчик по реке Котрес. По Волге, наверное. По Волге, да. По реке Котрес, по Волге. Очень красивые места, простор, широта, высокие деревья. Прекрасный, тёплый приём везде. Люди очень добрые, очень замечательно. Очень много новых знакомств, новых друзей. Вот на фестивале мы познакомились с Дмитрием, который с удовольствием пригласил нас переночевать у него в прекрасном его коттедже. Я бы даже сказала, в таком имении, среди цветов, вокруг лес, берёзы. Спасибо ему за гостеприимство и всем ярославцам. Дмитрий Попович возглавляет какое-то общество «Дружба России и Беларуси». Вы тоже родом из Беларуси? Ну да, я родом из Беларуси. Раньше он возглавлял общество здесь, в Ярославле, общество «Беларусы». Мы всех приглашаем в Крым на фестиваль с 8 по 11 августа под Симферополем, Николаевке. Будет проходить первый фестиваль Международный союз писателей Крыма. Который называется? Который называется «Седьмое небо». Пишите на сайт, открывайте сайт «Писатели Крыма» и смотрите на сайте, пишите заявки. Мы с удовольствием всех примем. На берегу моря, песочек, там никуда переезжать не надо. Всё рядом будет, и открытие будет, и проживание, всё будет рядом. Здесь, конечно, меня, конечно, пугают эти большие расстояния. Очень тяжело, но зато впечатлений очень много. Прочитайте что-нибудь из своих произведений. «Бальзамный вечер». Ручку и бумагу я держу в руке. Ненастой на травах, строки на листке. Исцеляют чувства вызревшей души. Ждёт бальзамный вечер. Горечь и суши. Он со мной и в поле, босиком и в брод. Посулит раздолье, мысли соберёт. Окунусь с ним в море, в синюю волну, Будто птица вскоре крыльями рвану. Насмеюсь, как в детстве, запирая грусть, Шёпотом беспечным скатится из уст. Я бальзамный вечер растворю в словах И хмельные речи призову во снах. Опущу их в краску шоколадной мглы И согрею ласку в запахах смолы. Я елей на строки, разолью густой. Ведуны взрядают славен твой настрой. Уже завтра у нас будет заключительный день пребывания На этой прекрасной Ярославской земле. Потому что у нас будет завтра встреча Союза писателей Крыма. Придут много библиотеки имени Лермонтова. Придут много наших друзей и братьев по Перу Из разных союзов и просто почитателей И поэтов Крыма, и просто поэзии. И отсюда, конечно, из этих мест Ярославской земли Увезу самые тёплые чувства, воспоминания. И передам это всё своим коллегам Из литературной студии «Свеча», Которую я возглавляю. И будут эти воспоминания, думаю, на долгую-долгую жизнь. Хотя, я думаю, мы будем ещё раз И ещё раз здесь встречаться неоднократно. И будем обрастать новыми друзьями, Новыми впечатлениями, Новыми творческими проектами, стихами, планами. Так что до новых встреч и всего вам доброго. В этом парке находятся несколько скульптурных композиций Памятники Пушкину, Максиму Горькому, Белинскому. И мы попросим Татьяну, Может быть, вы прочитаете стихотворение Некрасова. Поскольку этот фестиваль посвящён Некрасову. В этом году одному из стихотворений Некрасова Николая Алексеевича, Которого называется «Сердцу», Исполняется 180 лет. Стихотворение, конечно, и по сей день актуально, Потому что тема любви, сердечная тема, Она никогда не будет в забытии, Потому что это то, чем мы живём, И это наше чувство. Рада, что это стихотворение нашло отвык в моей душе, Потому что мне очень захотелось прочитать на Некрасовском фестивале, И видела, что и зрители приняли его с большим воодушевлением и благодарностью. Она так нежна, так заботна В тот час взглянула в небо лицо. Она казалась неохотной, взяла венчальное кольцо. Уже ли не сон? Уже ли точно она невинна и верна, И не мечтой была порочной, А тайной грустью стеслена? Ах, искротой надежды сладкой Могла бы грудь обушевить, Весёлый стих в ушать украдкой Мечту и музу пробудить. Я б вновь главой поник бы ныне Перед царицей красоты, Неся к ногам моей богини Любовь, покотность и мечты. Но нет, самолюбивой думой Напрасно сердце не живи, Не суждено молчать угрюмой Под гнетом рока и любви. Уймись же сердце, не надейся, Вздох затаив грудной глуби, Волнением суетным рассейся, Если сможешь, разлюби И для красоти её ослепни. Или страсть смирением окуй, И словно камень в нём окрепни, Или по-прежнему целуй, Шаг каждый ног её прелестный. Всё, всё, лишь только не дерзни Толпою коров бесполезных Напомнить ей былые дни. Оставь её, она ребёнок, Она и любит только час. Пускай же будет дикий звонок Твоей тоски унылый глаз, Но страдать, страданиям нет неволи, Мне суждено, достигнул я Одни трагические роли, Играть на сцене. Итак, 52-й фестиваль, Посвящённый творчеству Великого поэта Николая Алексеевича Некрасова, Посвящён в этом году году театра. Мы находимся на Ярославской земле, Которая считается колыбелью русского театра. И сейчас наш путь лежит в библиотеку, И мы хотим поблагодарить Дмитрия Валерьевича Кшукина, Благодаря его усилиям состоялось Вот такое вот мощное вкрапление В этот праздник от Союза писателей Крыма И нашего председателя Вячеслава Владимировича Киреса Мы благодарим и приглашаем Самых лучших писателей В наш небольшой, но очень дружный коллектив Союз писателей Крыма. Большое спасибо. До свидания, до новых встреч.